Сегодня мы сделаем очень необычный террариум и поселим в него несколько видов живых организмов, которые появились на нашей планете сотни миллионов лет назад и живут до сих пор. За основу террариума мы взяли прямоугольный аквариум объемом около 100 литров. Что нам нужно сделать в первую очередь, это разделить террариум на три части. Две наземные и одну водную. Как всегда, используем привычный нам вспененный ПВХ-пластик, который уже годами проверен во многих наших аквариумах и террариумах. Он не портится со временем и не выделяет в воду вредных веществ. Задекорируем пластик натуральными камнями. В качестве клея используем специальный аквариумный силикон. Оставшиеся промежутки между крупными камнями заполним мелкой речной галькой. Между двумя наземными частями террариума мы планируем разместить маленький аквариумный фильтр. А чтобы его не было видно, построим заграждение из камней, оставляя при этом промежутки между ними, чтобы вода свободно поступала. В качестве грунта в воде используем ту же самую речную гальку, чтобы общая картина смотрелась гармонично. Приступаем к заполнению наземных частей террариума. Первым слоем засыпаем керамзин и смачиваем его водой. Теперь укладываем слой плодородной почвы, которую купили в цветочном магазине. В качестве дополнительного декора возьмем ветвистые корешки, кокосовые волокна и моксфагнум. Все это доступно в магазинах в любое время года. А летом вообще можно без каких-либо затрат на собирать такой декор в ближайшем лесу. Но так как мы запускали этот террариум зимой, у нас такой возможности не было. Еще раз хорошенько смачиваем все водой. Этот большой пористый камень будет служить укрытием для маленьких жителей нашего террариума. Живой мох мы взяли из аквариума, который запустили три года назад. Он до сих пор живет, причем там настолько хорошо сформировался свой микроклимат, что этот аквариум практически не требует ухода. Все, что мы делаем, это раз в неделю доливаем свежую воду взамен испарившейся. И раз в месяц чистим стекла и убираем излишки растений. Больше ничего делать не приходится. Из этого же аквариума мы взяли растение химиантус. Оно водное, и мы не знаем, приживется ли такое растение на суше. Что ж, проверим. Пусть это будет маленький эксперимент. Оставшиеся открытыми участки почвы закрываем сосновой корой, просто для красоты. Следующий шаг – заполнение передней части террариума водой. Воду мы взяли из большого аквариума с живыми растениями, которому уже очень много лет. Мы раньше показывали этот аквариум на нашем канале. Устанавливаем самый обычный маленький аквариумный фильтр. Без движения и фильтрации вода может превратиться в болото, а нам это не нужно. Мы подошли к самому интересному. В этой маленькой баночке находится песок, в котором, по заверению продавца, есть яйца до исторических существ. Щитник. Вот эти крохотные темные шарики, наверное, и есть яйца щитник. Высыпаем песок в наш водоем. Добавляем в воду немного разных аквариумных растений. Приступаем к заселению наземной части нашего необычного террариума. В этой чашечке с землей ползают маленькие белые мокрицы, или по-другому изоподы. Мы уже рассказывали о них. Это очень полезные обитатели для любого террариума. Они являются санитарами-уборщиками и могут служить пищей для разных террариумных жителей. Изоподы – это тоже древние существа. Возраст самых старых окаменелостей изоподов – около 100 миллионов лет. Еще одни древние существа – кивсики-многоножки. Они вообще больше 400 миллионов лет назад появились. О них у нас есть отдельное видео, в котором мы рассказали очень много интересного. Посмотрите его, если еще не видели. Этого кивсика зовут Евгений. Он у нас уже старенький. Ползает довольно медленно, старается не расходовать энергию понапрасну. Но новую территорию он изучить не поленился. Излазил все вокруг. Знакомьтесь, Станислав. Это шипящий мадагаскарский таракан. Вы только что слышали, что его не зря называют шипящим. А мадагаскарский он потому, что в природе обитает только на острове Мадагаскар. И, конечно, тараканы тоже очень древние. Они ползали по земле больше 200 миллионов лет назад. Еще до возникновения динозавров. Стас у нас очень стеснительный. И первое, что он сделал, спрятался под камнями. Поэтому мы решили поставить для него домик из коры пробкового дерева, в который он сразу поспешил перебраться. Там и ему будет хорошо. И нам удобно за ним наблюдать. А чтобы Стасику стало еще спокойнее, покормим его овощами. После сытного перекуса, конечно, нужно попить водички. Теперь Стас немного осмелел и отправился исследовать новый дом. Наверное, хотел познакомиться с Евгением. Но потом услышал какой-то шорох и сразу побежал в укрытие. Для Евгения мы тоже положили сочных овощей. И сначала он пополз на их вкусный запах. Но зеленый листочек заинтересовал его гораздо больше. И теперь мы начали переживать за наши растения. Будем надеяться, что все растения он не съест. Прошли сутки, и в воде уже видны плавающие малявочки. Их так много, и они настолько крохотные, меньше миллиметра. Даже сложно разглядеть. Это и есть щитни. Существа, которые живут на нашей планете со времен динозавров. Нам бы очень хотелось показать вам только что родившиеся щитни во всех подробностях. Но на этом этапе развития разглядеть их можно только через микроскоп или хорошую камеру для макросъемки. К сожалению, у нас такого оборудования нет. За все время существования канала, а это уже 4 года, мы ни разу не просили о помощи. И справлялись сами. Но сейчас мы понимаем, что у нас другого выхода нет. Показ рекламы в России отключен. И на те копеечки, что приходят нам от ютуба, просто невозможно развивать канал. Как бы мы ни старались. Вы сами наверняка заметили, что большие видео стали выходить на канале очень редко. Конечно, это связано с финансами. Ведь любое наше видео требует затрат. Не только силы времени, но и денег. Если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите, чтобы полезных, интересных и добрых видео на ютубе становилось больше, то помогите нам любой суммой, которую вам не жалко для таких хороших целей. Это сделать очень просто. Для тех, кто не из России, в ютубе есть функция «Суперспасибо». Вы можете нажать на эту кнопку под любым из наших видео и пожертвовать средства на развитие канала. В России «Суперспасибо» не работает, поэтому мы подключились к сервису Donation Alerts. Ссылка для поддержки канала есть в описании под видео и в шапке канала «Давайте вместе делать ютуб лучше». Вернемся к нашим щитням. В качестве корма для таких малышей нужно что-то очень мелкое. Мы растворили в кипятке сухие дрожжи, подождали, когда раствор остынет и добавили его в наш водоем. Щитни росли очень быстро, прямо как на дрожжах. Но не все, а только самые шустрые. Другие же оставались малявочками и поедались более крупными собратьями. Мы понимали, что из множества щитней в итоге останутся только сильнейшие. Но вмешиваться в процесс естественного отбора не стали. Раз эти существа выживают на протяжении сотен миллионов лет, то точно знают, что делают. У щитней очень быстрый цикл развития. С каждым днем они становились все больше. И некоторые уже на седьмой день могли есть мелкие мотыль. А малыши так и питались слизью и всякими водорослями, которые появлялись на стенках террариума. Мы заметили, что кроме щитней, в воде появились еще какие-то странные существа. Они как сумасшедшие носились по всему террариуму. Иногда останавливались, чтобы поковыряться в камнях. Внешне они напоминают мне мидию, в которую залезла креветка. Оказалось, что это рачки бакоплавы липтостерии. Вы не поверите, но они тоже очень древние. И даже древнее щитней. Они передвигаются скачками и так быстро перебирают лапками, что человеческий глаз даже не успевает фиксировать эти движения. При замедленном воспроизведении гораздо лучше видны волнообразные движения малюсеньких ножек. Прошло еще пару дней, и щитни стали настолько крупными, что их уже можно разглядеть в деталях. Эти забавные создания называются щитнями из-за своих щитов на спинах. А латинское название триопс означает трехглазый. Посмотрите, у них и правда три глаза. Два обычных, и позади них один маленький. Ученые до сих пор не могут понять, зачем щитням нужен этот глазик. Есть две версии. Первое, это светочувствительный орган, который помогает различать свет и тень. А согласно второй версии, это рецептор для определения химического состава воды. По-моему, обе версии какие-то скучные. Может быть, это вообще прибор для чтения мыслей или телекинеза? Просто мы об этом пока не знаем. А что вы думаете на этот счет? Предлагайте свои версии. Самую интересную мы опубликуем в сообществе и нашем телеграм-канале. Примерно на 10-й день жизни щитни становятся половозрелыми и уже способны к размножению. Мы заметили, что у наших щитней на боках появились мешочки с мелкими шариками. Мы поняли, что это икринки. И сразу начали искать информацию про размножение щитней. Вы будете удивлены, когда узнаете, что мы выяснили. Оказывается, популяция щитней может иметь разный состав. Она может состоять из самок и самцов. Из самок и гермафродитов. Из гермафродитов и самцов. Или из одних только самок, которые будут размножаться протеногенезом. Проще говоря, щитни будут стараться размножиться, что бы ни случилось. Это одна из причин, по которой они живут до сих пор. Мы добавили мелкий песок в террариум, чтобы наши щитни могли отложить в него яйца. И они сразу начали ковыряться в песке. Самка будет носить яйца на себе до тех пор, пока личинка полностью не разовьется. Потом каждое яйцо покроется твердой оболочкой, и самка отложит яйца в грунт. Водоем пересохнет. Взрослые щитни погибнут. А яйца будут лежать в грунте, пока снова не образуются условия, благоприятные для жизни. Они могут находиться в спящем состоянии до 20 лет. Выдерживают засуху, жару и даже минусовые температуры. Есть еще одна очень интересная особенность. Когда возникают благоприятные условия, вылупляются не сразу все личинки, а примерно половину. Остальные продолжают спать. Если вдруг водоем пересохнет слишком быстро, и щитни не успеют дорасти до половозрелого состояния, то на этот случай есть вторая половина яиц, которая не активировалась сразу, а ждала своего часа. Благодаря этому популяция не вымрет, и у нее будет еще один шанс. Эти уникальные механизмы помогли щитням пережить динозавров и дожить до наших времен. По всему террариуму мы часто находили вот такие шкурки. Это старый панцирь, который щитни сбрасывают по мере своего роста. За всю жизнь щитни успевают полинять до 40 раз, а живут они от 20 до 90 дней. Вместе с растениями в террариум попали разные улитки. Они хорошо себя здесь чувствуют. Настолько хорошо, что даже решили размножиться, да еще и в таком огромном количестве. Посмотрите, икра улиток почти на каждом листочке. Вот так прошло всего несколько дней, а в террариуме уже целый мир, который живет своей жизнью и процветает. Кстати, о цветении. Химиантус, который мы посадили на сушу, не только прижился, он хорошо разросся и даже зацвел мелкими белыми цветочками. Эксперимент оказался удачным. Можно смело высаживать химиантус над водой. Растения в воде тоже очень сильно разрослись. Пришло время сделать уборку. Часть растений нужно удалить. Затем почистить стенки террариума. Помыть фильтр и немного заменить воду. Да, любой аквариум или террариум требует ухода, но оно того стоит. Это прекрасный способ увидеть красоту природы в миниатюре. Наблюдать за жизнью растений и животных, которые живут в своем собственном маленьком мире. А чтобы из этого маленького мира никто из древних существ не выбрался, особенно Стас, мы накроем террариум стеклянной крышкой, через которую будет удобно наблюдать за жителями террариума со всех сторон. Для нас этот проект оказался очень интересным и увлекательным. Мы с огромным удовольствием на протяжении нескольких недель наблюдали за изменениями, которые происходили в террариуме. Он оживал и преображался каждый день. Мы надеемся, что посмотрев это видео, вам тоже захочется создать свой маленький мир и наблюдать за его развитием. Мы убеждены, что такие увлечения делают людей более заботливыми и внимательными, учат беречь и уважать живую природу. Ставьте лайк, если вам понравилось. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok